Последние пару месяцев представители краевой и городской администрации стали затрагивать тему разгрузки Центра Владивостока от крупных зданий и комплексов. Были идеи и по переносу стадиона «Динамо», и по переезду всего здания муниципалитета. Приморскую столицу таким образом хотят сделать более дружелюбной для туристов. Актуальную тему гостеприимства обсудили на заседании Администрации Владивостока и Тихоокеанского туристического союза. Активное участие в обсуждении приняли руководители и сотрудники туроператоров различных отелей, ресторанов и других организаций. Я бы хотел, чтобы мы все-таки объединились и синхронизировали наши действия. Синхронизировали это с программой социально-экономического развития, с действиями администрации края, действиями администрации города Владивостока. В 2017 году Владивосток и Приморский край посетили более трех миллионов туристов. Из них 640 тысяч – из зарубежных стран. И это исторический рекорд. А значит, город стал по-настоящему привлекательной точкой на карте мира. Представители Туристического союза и руководители организаций, так или иначе связанных с туризмом, высказали свои мысли по поводу того, как приумножить показатели. В первостепенных задачах рассказать другим регионам и всему остальному миру о туристическом потенциале Владивостока, создать комфортную городскую среду и навести порядок с местными достопримечательностями. Одно из первых моих решений было вывести управление международных отношений и туризма в прямое подчинение главе города. Не потому, что у нас заместители плохо работают, отлично работают. Вопрос в том, что я хочу персонально, лично, глубоко погрузиться в сферу международных отношений, инвестиций и туризма. По итогам совещания глава Владивостока приняла решение об организации специальной рабочей группы при управлении международных отношений и туризма администрации Владивостока. В ближайшее время именно она разработает основную программу развития. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.